Как заинтересовать человека верить в Бога? Да, да, да. Ну, это здесь действительно вопрос интересный, но скажу вам так. Мы чем отличаемся от всех сектантов? Который ходит по домам, по квартирам, сует всю свою литературу и так далее. Пытается всячески вот прям влезть, что называется, в нас. Мы этим считаем, что это неверный подход. Христос сказал – не мечите бисера перед свиньями. Он сказал не в оскорбительном смысле – не подумайте, что он кого-то называл свиньями. Нет-нет! Он просто показал образ, что надо смотреть, какую пищу способен принять человек. Да, жемчуг для кого-то – это драгоценность, но для свиньи – какая чушь! Так и здесь тоже надо посмотреть сначала на человека. Можно ли говорить ему о Боге? Одна из ошибок, которые мы часто делаем, что не узнав человека, мы начинаем с ним говорить о религии и провоцируем, что такую ненависть, такую злобу, такие оскорбления. И кто виноват? Мы! Не узнав в роду, нельзя идти в воду. Так и здесь тоже. Нужно быть внимательным. И когда Христос сказал, что шедше научите все народы, Он в то же время предупредил – берегитесь, да, и будьте мудры, как змеи, и смиренны, как голуби. Видите? Представят мудрые. Святые отцы сказали – нет, добродетели добра, без рассуждения. Безрассудная проповедь – это такое же зло, как и само зло. Алексей Ильич, мы с братом с удовольствием прослушали все диски с вашими лекциями. Очень понравилось, очень интересно. Спасибо. Но после этого мой брат сделал, что можно сколько угодно грешить, всё равно Бог никого не окажет. И всё равно в ад очень мало кто попадёт. А потом все всё равно спасутся. Очень хорошо. Так, секундочку. После этого он ушёл из церкви и решил спасаться более простым способом – через атеизм. Теперь к тому же выводу пришёл мой друг Александр из железнодорожного. В чём ошибка? И как вы относитесь к таким выводам из ваших лекций? Он правильно, кажется, делает посылку. Бог не накажет меня, когда я по гвоздям хожу. Ну, а тебе-то хочется ходить по ним? Что за логика? Это что за логика? Меня никто не накажет, если я возьму топор и отрублю себе руку. Меня никто не накажет. Значит, можно рубить руку. Надо посмотреть не то, что накажет, не накажет, а что мне принесёт такой или иной поступок. Это я говорю на первую часть. Что Бог не накажет, значит, можно – ура! Вот! Ещё раз повторяю, что такое грех-то? Поэтому смешно даже говорить о том, Бог не накажет. Да не Бог наказывает! Мы сами себя наказываем. Когда я завидую, весь зеленею, так кто, что меня Бог наказал, кто страдает? Я сам страдаю. Вот! В отношении же того, что если в конце концов все спасутся, ну, это, знаете, посмотрите, что происходит с человеком, которым вдруг суд выносит вердикт. 20 лет одиночке. Да, ну, потом, после 20 лет выйдете. Выйдете. Из-за пустяка на год сажают, сколько страдают люди. Поэтому какое-то интересное дело, что, оказывается, если даже ты не вечно будешь сидеть в костре, и то спасёшь всё. Ура! Да попробуйте хотя бы один палец только. На огонь подержать минуту. И тогда узнаем, что это такое. Такое легкомысленное отношение. Если мучения даже не вечны, то ура! Ну, для этого только безумный человек может сказать. Мучения же! Посмотрите, голова заболела, мы дай таблетку ищем. Ну, чего вы ищете таблетку? Это ж не вечный, пройдёт же. Чего беспокойтесь-то? Поэтому это странное просто. Когда мы говорим, если не мы говорим, посмотрите, потом посмотрите, что пишут святые, целый ряд святых отцов. Вот сегодня память Амбросия Медиаланского, архиепископа Медиаланского. То есть, на теперешний город – это Миланский. Тогда Медиаланский. Так он даже пишет о том, что огонь ожидает там человека для того, чтобы он, пройдя через огненные мучения, в конце концов, наследовал вечную жизнь. Огненные мучения. Я ещё раз повторяю, это вообще просто поразительно, когда человек думает, что если это не навечно, то, значит, можно посидеть в костре. Что за глупость такая? Вот это первое. Второе хочу сказать. Хочу утешить всех, кто беспокоится. Я совсем не утверждаю, что вечных мук не будет. Слышите? А что утверждаю? Я утверждаю вещь, которой нужно было бы всегда говорить об этом. В наших учебниках во всех богословской литературе приводятся цитаты только тех святых отцов и апостолов, которые говорят о вечных муках. А оказывается, тут же рядом такое же количество и апостолы, и святые пишут о том, что мучения-то будут совсем не вечны. Почему об одном говорится, а о другом нет? Это наука или что? Что случилось? Поэтому я сделал ни больше, ни меньше. Как только привёл цитаты святых отцов, причём каких, к вашему сведению, чтобы вы знали? Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, Афанасий Великий, Иоанн Затауст. Вы знаете, какие отцы? Какие отцы пишут? Десятка-полтора, а уж не говорю, там Максим Исповедник, Иоанн Лесичек преподобный. Они пишут. Если мы хотим быть действительно честными, мы должны указать и на это, и на это. Правда же? Правда. Иначе наука невозможна. Весь вопрос не в этом, а вопрос в том, как теперь понять это. Что, оказывается, даже один и тот же святой отец в одном месте пишет о вечных мучениях, в другом прямо пишет, что мучения будут не вечны. Как понять? Вот в чём вопрос. И вот, вы знаете, я этот вопрос поставил, сам не делаю выводы и вовсе не сказал, мучения, вечных мучений не будет. Ничего, никогда. Я просто поставил, как, ну, подобают человеку-исследователю. Вот видите, факты одни и другие. И вопрос – каково учение в церкви? Поняли? Ответить? Скажу так. Это просто поразительная премудрость, что совершенно определённо говорится и о том, и о другом. Какая же премудрость? А вот какая. Стоит только сказать, если бы действительно было так, что спасётся только горсточка праведников, причём только православных, кстати, вы же знаете, только православных, а миллиарды и миллиарды всех других, в том числе и невинных детей некрещённых, эти миллиарды – все погибнут! Вы слышите? Это одно. Во-вторых, если какой человек не потерял своего рассудка совсем, с ума не сошёл, то он, конечно, понимает, что он грешный. А все грешники пойдут в муки вечные. Следовательно? Следовательно? Какое же отчаяние! Боже, ужас какой! Если бы это было сказано, что мучения будут вечны. Если сказать нет точно, мучения будут не вечны, временны, найдутся такие глупенькие, о которых сейчас я говорил. Ну, посидим ничего в костре! И не всё ли равно, не правда ли? И не всё ли равно, как верить тогда, да и можно вообще ни во что не верить. То есть, было бы для этих людей, по крайней мере, это под корень подрубить, что их стремление жить по совести, жить по правде, искать истину. Ни того, ни другого нельзя сказать. Но и о том, и о другом абсолютно твёрдо сказано. И теперь мы в чём находимся? Я не знаю. Остаётся что? Есть, значит, надежда. Надо жить правильно. И если есть будем жить правильно, то жертвою Христовую есть надежда. Через покаяние мы спасёмся. Надежда остаётся. Я вам приведу пример другой. Представьте, любому из нас человеку сейчас сказать... Вот, сегодня какое число? 20-е, да? 27-го вы умрёте. Это точно, абсолютно, знаете, точно! Что с ним будет? Вы слышите, что с ним будет? Поэтому, знаете, поразительный факт? Редчайшие факты в истории христианской, когда только некоторым открывался день кончины. Не знает, когда. Митрополиту Филарету, Дроздову, свидетельству, да, ему было открыто только в 19-е, помните, 19-е число. И он каждый месяц готовился к этому 19-му числу. Слышите? Верно! Он 19-го и скончался. Но когда 19-е? Видите, нельзя, оказывается, нам открыть точно! И я вот, когда действительно посмотрел на одну группу фактов, то есть, с отцами говорят – вечное мучение, на другую факту – нет, нет! Бог любовь есть, и не для того Он творил человека, чтобы подвергнуть его нескончаемым мучениям, то и другое! Ну, а как же, как же? И потом понял – вот, нельзя нам твёрдо сказать, что мы помрём в такой-то день. С ума сойдём! В любом случае! Вот такая ситуация! Так что, нет! Человеку надо искать истину! И надо стремиться жить по совести! И совести не какой-нибудь, а православной, христианской! Вот так! Вот следующий очень интересный вопрос! Как вы прокомментируете обвинение вас в ересе за некоторые ваши утверждения? Вы знаете, это прекрасно, когда вот так именно спрашивают, хуже нет, когда по углам! Причём самое любопытное, с чем я поражаюсь иногда, высказывает человек и спрашивает, он даже не читал ничего, он услышал! Я думаю, голубчик, ты читал что-нибудь? Нет, ничего не читал! Ничего! Ну вот, и насчёт, видите, это первое обвинение, что Осипа учит о невечных муках. Оказывается, он не учит! Он приводит честно то и другое. Не учит! Вот видите, как? Как нужно быть осторожным! Ну, второе, о чём ещё говорят? О некрёщённых младенцах, что Осипов говорит, что утверждается, что Осипов говорит, что нужно крестить только взрослым. А опять ничего подобного! Осипов говорит, что каждый родитель должен смотреть, что полезнее с точки зрения спасения для ребёнка, когда он примет сознательно христианскую веру, сознательно отречётся от сатаны и всех дел его. Или, когда он ничего просто не понимает, его крестить можно во что угодно! Хоть в синагогу, хоть в мечеть, хоть в христианские, во что угодно! Христианство, крещение – это же не магия! Это же не магия, что можно что-то сделать, и всё! Потому что Христос сказал, кто веру имеет, и крестить за спаси он будет! А о детях он прямо сказал, таковых есть Царство Небесное, когда его не пускали! Понимаете, какие замечательные, так сказать, вот факты! И хочу вам сказать, что в Древней Церкви возьмите хотя бы четвёртое столетие, расцвет богословия и всего! Кто здесь верующий, знает, если бы праздник трёх святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Затауста – все они крестились, знаете, когда? Их, думаете, в детстве крестили? Ничего подобного! Нет! Василийке в 30 лет! То же самое Иоанн Затауста, Григорий Богослов в 24-26 лет! А Мруси Медиаланский, которого сегодня мы тоже самое празднуем, то же самое! Почему? Все понимали, что нужно сознательно же отречься от сатаны и сказать о своей верности Христу! Я верю в Господи и потому прошу крестить меня! И так было! Но, знаете, какой интересный факт! Тем не менее, в Западной Церкви, это Италия, ну, Западная Европейская Церковь, уже к V веку уже началось крещение детей повсеместное. На Востоке, то есть в Восточной Православной Церкви, только к IX веку установилась практика крещения детей. Слышите? К IX веку. На Руси у нас ещё в XI веке детей не крестили. Эта практика постепенно входила. Вывод! Вывод какой? Пожалуйста, если кто из родителей считает, что он воспитает ребёнка, что он сделается действительно православным, что он подтвердит те обеты, которые за него принесли, пожалуйста, крестите и воспитывайте. Если этого нет, воспитайте так, чтобы он сам пришёл к вере православной и сознательно сказал «Господи, я верую и прошу крещения». Вот только и всего. Видите? Никакого запрета этот еретик не объявил. Можете крестить как угодно по своему рассуждению. Вот так. Это второе. Ну и третье обвинение уже самое такое, ну, может быть, не все, это Евхаристия. Это есть такой западный темен «прессуществление», который вошёл нашу богословскую литературу очень поздно, фактически в XIX веке. Ещё в катехизисе митрополита святителя Филарета Дроздова в первой редакции даже не было этого слова. Оберпрокурор заставил его вести, представляете? Так ещё не было. XIX век. Этот термин, эта идея появилась только ещё на Западе, опять слышите, в IX столетии, через 800 лет существования христианства. В чём суть состоит её? Она великолепно была выражена в послании исповедания православной веры восточных патриархов. И там было написано следующее. Послушайте, что такое присуществление? Это действительно очень важно. там чёрным по белому мы читаем. Поскольку каждому человеку необходимо причаститься телу и крови Господней, но человеку неестественно вкушение неварёного мяса, то Бог, чтобы человек мог приступить к причастию, преподаёт это под видом хлеба и вина. Вы теперь поняли, что такое присуществление? Это чьего же это неварёного мяса? Это чёрным по белому написано. Вы слышите? Какой ужас! неварёного мяса – это тело Христово названо так. Что же говорят святые отцы? Вы только послушали, что говорят святые отцы. Хлеб причастия пишет святой Иоанн Дамаскин. Не простой хлеб, но соединённый с Божеством Христа. Вы слышите? Хлеб, но соединённый с Божеством Христа. То есть отныне теперь это не хлеб, а хлеб, соединённый с Божеством Христа. Иоанн Затауз, литургию которого мы служим и за которым прещаемся, знаете, что пишет? Иоанн Затауз. Пока на престоле стоит хлеб и вино, они являются таковыми. Но как только священник произнесёт молитву над этими святыми дарами, они становятся, послушайте, истинным телом и истинной кровью Христовой, хотя природа хлеба в нём остаётся. Слышите? То есть, оказывается, вот тот термин приложение, о котором говорит православие, которое всегда было всюду, о чём говорит? Что происходит нематериальные изменения, что престол – это какая-то здесь магия, что вдруг хлеб превращается в простите меня, неварёное мясо, простите, ужасное это, нет-нет! А вот что говорит, да, теперь происходит соединение, как в Боговоплощении в соединении Божества Христа с этим хлебом и потому он является истинным телом и истинной кровью. Не физически! Вот в чём дело-то! Католики придумывают физическое изменение! Кстати, у меня неоднократно были случаи, ко мне подходили девушки молодые, говорят, я не могу причащаться! Я говорю, в чём дело? Я не могу кровь пить! Ну, ещё бы! И только когда я вот так объяснил, когда только объяснил, что никаких физических не происходит превращений, происходит не превращение, а соединение, они вот так ох! Вот так вздох! Вот видите, теперь полторы тысячи лет, 1500 лет на православном Востоке вообще слова не знали присуществления! Полторы тысячи лет! У нас на Руси только впервые это в 19 веке! И вот теперь во всю богословскую литературу вошло это слово присуществление! На самом деле у нас какой тем, блин, отец Алексей вам скажет, приложив Духом Святым приложение! То есть указывается, что вот это действительно таинственное изменение, состоящее в чём? Что отныне мы не хлеб едим и не варёное мясо, а что хлеб соединённый с Божеством Христа и потому причащаемся самого Христа. Это плохо? Это ересь? Вот как оказывается может быть! Я всё время удивляюсь на этих обвинителей. Ну, пришли бы ко мне и скажем, что вы ересь такую? Придите ко мне! Нет, по углам, всюду, всюду! Еретик! А мне так и вызовет, Господи, а кто еретик? Не вы ли? Когда говорите в предсуществлении? Да, нет, я помню, когда я это прочитал, что поскольку человеку не свойственно вкушение неварёного мяса, я схватился за голову, какой ещё больший ужас можно только представить себе мы причащаемся чего-то. Поняли? Правда же? Да. Алексеевич, некоторые батюшки не благословляют часто причащаться один раз в неделю и чаще. Ваше мнение об этом? Вы знаете, святые отцы говорят, всё без меры от дьявола, а мера у каждого, она должна соответствовать возможности его духовного приготовления. Обычно рекомендуют так опытные говорят причаться примерно в три недели один раз. Примерно так. Ну, в месяц, может быть, три недели, кто-то в две недели раз. Дело вот в чём, что тот, кто действительно готовится к причастию, знает, что это совсем не так просто. Это не просто. Это не то, что, вы знаете, на Западе там ничего не надо, ни исповеди никакой не надо. Ничего. Просто, вы понимаете, ничего. Сидим в ресторане, вот, в ресторане, смеёмся, пьём вино, всё, меня толкают профессор. И вот сейчас идёмте, у нас будет место, ну, а мы делегация, я говорю, ну, идём. Я говорю, вы что, причащаться, что ли, будете? Да, конечно, папа разрешил один час поста, а пока мы дойдём до костёла, и пока место ещё пройдёт, всё, мы и можем причащаться. Я говорю, они вот так смеются, потому что знают меня. Но, действительно, какой ужас! Если так причащаться, это что такое? Это что такое? Поэтому, какое тут мнение? Тут нужно... Батюшка, может быть, хорошо знает вас, знает, какой вы образ жизни ведёте, и можете ли вы действительно подойти, подойти с пользой для себя? Потому что апостол Павел прямо предупреждает, тот, кто ест или пьёт недостойно, суд себе ест, и оттого многие из вас болеют и умирают. Это надо помнить. Поэтому с величайшим страхом Божьим можно приступать только к этому делу. А чтобы с этой энергией высыжить, и вот, чтобы так приступить, это действительно надо собраться, что называется, внутренне собраться, и помолиться, и подготовиться, а не просто так подходить. Я каждую неделю. Это редко кто может действительно. Все батюшки вам скажут, когда им приходится служить подряд несколько литургий, они вам откровенно скажут, как это сложно, чтобы сохранить вот эту внутреннюю силу, чтобы с подобающим страхом Божьим совершать ее. Вот так мое мнение. Алексей Ильич, вы говорите, что Бог никогда никого не наказывает. В качестве аргумента вы приводите пример с ходьбой по гвоздям и самоотрубанием руки. Но кроме грехов против самого себя, есть еще грехи против Бога и против ближнего. Разве может Бог оставить без наказания тех, кто обижают вдов и сирот? Следует ли отсюда, что зло сильнее добра? Разве не Бог наказал Содома и Гамуру? В чем противоречие между любовью и наказанием? Разве хорошо делают родители, которые не наказывают своих детей? Разве не верна поговорка «Кого люблю, того и наказываю?» Конечно, этот вопрос пресекает из того, что мы не знаем одного духовного закона, состоящего в том, что когда я поступаю по отношению к какому-либо человеку, не с добром, тем более со злом, то я тем самым в первую очередь я наношу рану своей душе. Это надо знать, это надо запомнить. Я, кажется, делаю ему зло, я ему ставлю подножку, я на него наговариваю, я на него клевещу. «Нет! Чем более сильный поступок ты делаешь против другого человека, тем более сильно ты всаживаешь себе занозу или делаешь рану на своём теле, своему телу. Это надо помнить. Вот что делаю я, когда я творю зло другому человеку. Я себя калечу. Вот откуда проистекает это. И Содома Гоморра откуда же? Оттуда же? Из-за этого нарушения просто естественных отношений. Да, это действительно гадость это. Сказать это всё равно, чтобы прыгнуть в зловонную навозную яму и сказать «Ах, а чего ж он такой грязный-то? С чего бы это? Кто его облил этой грязью? Надо запомнить одно учение православное. Бог не изменяем! Он абсолютная любовь! Он не может любить больше или меньше! Не может! А эти слова, которые мы читаем, даже в Библии читаем, что Бог гневается, Бог наказывает, то мы читаем и другие там слова. Помните? «Адам, где ты?» «Ах, оказывается, Бог потерял Адам, и не знал, где он? Но неужели мы так? У Бога правая рука, левая рука?» Слушайте, неужели у него даже руки есть? Бог мстит кому-то? Ай-яй-яй! Об этом великолепно пишут святые отцы, великолепно пишут! Антоний Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, и Иоанн Косян Римнин, он говорит, это даже богохульно думать о том, что Бог может делать, причиняется какое-то зло человеку. Мы сами себя наказываем. Апостол Иаков так и пишет, Бог никого не искушает, то есть не искушает, он говорит, но каждый искушается своею похотью, своим грехом. Вот, оказывается, какой закон. И отсюда совсем не следует, что мы не должны наказывать детей. Совсем не следует. Бог не изменяем, и Он не может, если хотите, выражусь так, будучи любовью, измениться и из любви превратиться в гнев. А мы изменчивы невероятно! Ещё как изменчивы! И мы изменчивы, и дети изменчивы. Вот. И у нас совершенно другой характер отношений. И нам бы тоже надо поступать по подобию Божию. Какую? Не срывать зло на детях, а если хотите бесстрастно делать выводы, что лучше, как лучше поступить, чтобы ребёнок понял и не делал больше такого. Как лучше поступить? То есть делать по любви, а не по страсти. Хирург, когда режет человека, он что делает? Ну, явно разозлился, вот и отрезал ногу. Что за примитивный взгляд? Это он что? Так и родители должны поступать. Потому что ребёнок – это ещё, знаете, вот то, что растёт, добрые, прекрасные, окружённые сорняками. И если эти сорняки не пропалывают, ребёнок пропал. Всё будет заглушено. Поэтому родители должны быть врачом, врачами. А врач даёт как сладкие таблетки, так и горькие. то посылают на курорт, а то делают операцию. Вот как мы должны по любви посылать. Поэтому и наши отношения должны уподобляться Богу. То есть действовать не по страсти, а по любви, по отношению к своим детям. И тогда да, тогда, может, и ремешка надо дать по любви, бесспорно. Вы знаете, вот я привожу пример иногда. Ну, я прочитал в книжке, не знаю, верно или нет. Один приходит к еврею, к еврею, смотрит, сидит отец еврей, его сынишка. Пол-литра водки стоит. И, значит, еврей наливает водки, так, и поет этого сына. Тот визжит, не хочет, всё, пей, пей. И говорит, ты что, с ума сошёл? Ты что делаешь своим ребёнком? Хе-хе-хе. Зато никогда потом в жизни к водке не прикоснётся. Вот вам, пожалуйста, видите, как он делал? Что он делал? По злу разве он к своему ребёнку поступил? Совсем не по злу, а как? По любви. Верно? И этого бедного ребёнка, Фридрих Херау, знаете, что так по-немецки, то есть, стошнило его всё, но уже потом, наверное, он никогда в жизни не прикоснулся к водке. Вот что такое, оказывается, как мы должны поступать по любви. Так что надо помнить, это очень важно. Любой наш злой поступок по отношению к другому человеку равносилен тому, что мы ударили себя очень крепко чем-нибудь или дубиной, или ножом, или не знаю ещё чем, или наступили на гвозди. То же самое. Вот так. Алексей Ильич, если Господь везде, то зачем надо ходить в храм, встречаться там с разными людьми, да ещё и кому-то рассказывать о самом сокровенном, в кавычках, видимо, исповедении, какому-то дяде. Я дома помолюсь. Это, видимо, проистекает из полного непонимания того, что такое храм. Вы знаете, для любого дела требует соответствующая обстановка. Соответственно, посмотрите, оборудуют стадионы, оборудуют театры, сцены и так далее. Для всего нужна обстановка, которая и соответствовала бы этому делу. Так вот, храм – это как раз то место, которое позволяет человеку, освободившись дома от этих всех своей домашней суеты, от людей, которые приходят, от звонков этих телефонных и так далее. Так хоть немножко побыть в атмосфере чего? Когда иконы, когда поёт хор, идёт богослужение, хотя бы несколько побыть самим собой и, может быть, это, конечно, самое трудное, но всё-таки может быть и помолиться. Вот в чём дело! Храм – наиболее удобное место для того, чтобы хоть чуть-чуть обратиться к себе и помолиться. Вот какова причина! А дома – это самообман! Никто ничего не молится! Да! Будет молиться! Это что, два часа дома будет молиться? Ну, покажите мне, кто вместо этого, вместо храма тут простоит дома! Ничего подобного! Вот! Это первое! Потом в храме же мы опять вращаются и проповедь можем послушать! Чтение нас научает, что, оказывается, есть Евангелие! Оказывается, в нём написано вот то-то и то-то! Мы можем многое узнавать, что нам необходимо для жизни! Мы слышим о заповеде Господне как таковых! Происходит, то есть, и на учении как таковое! В отношении же исповеди, я вам скажу, подойти к чужому дяде! Скажу вам так! Первое, может быть, о чём нужно сказать? Нужно смотреть, всё-таки исповедоваться, то есть, открыть свою душу над тому человеку, которому душа лежит! Разные священники же бывают! Это же надо понимать тоже! Мы знаем! Чтобы душа лежит! Видишь, приятный человек, который с добром относится, готов тебя выслушать, с таким человеком приятно действительно поговорить и душу открыть свою, открыть свои грехи! Это имеет очень большое значение! Одно дело, я про себя, не знаю, что я, обпакаюсь там или нет, другое дело, какое напряжение требуется, когда я перед лицом свидетеля! Священник прямо читает молитву, я же только свидетель, исповедуйтесь не мне, а Богу! И вот здесь, перед лицом, это совершенно другое психологическое состояние человека! Поэтому православие, оно сохраняется, но, скажу вам так, уже начинает подкашиваться! Уже в некоторых православных церквах, уже я замечал, не буду называть уже, да, уже подчас даже подходит к причастию, уже даже без исповеди! Или отменяют! Ну, когда пожелаешь! Или так далее! Как жалко! Вот я ещё раз говорю! Очень большое значение имеет, когда ты перед человеком исповедуешься, а не просто сам наедине! Мы же должны, всё-таки мы же люди, и знаем, что такое психология! И исповедь очень помогает человеку! Во-первых, и действительно покаяться! И во-вторых, во-вторых, помогает бороться с грехами! Потому что в другой раз глядишь, человек и воздержится от чего-нибудь! В некоторых ваших лекциях я слышал, что адские муки будут вечны, но не бесконечны! А жизнь в раю, которая в Священном Писании тоже названа вечной, также не будет бесконечной! В чём разница между вечностью и бесконечностью? Логика такая! Если Бог вечен, значит, сатана должен быть вечным, да? Как это такое? Почему? Если рай вечен, значит, и муки должны быть вечны! Почему? Это что за логика? Это же вот нарушение, элементарное нарушение логики просто! Слово «вечность» само по себе, оно даже на греческом языке имеет несколько отдельных терминов, каждый из которых имеет свой характер. Дело вот в чём. Приведу вам простой пример в Ветхом Завете. Есть такое описание, что если в седьмой год, когда должны были отпускать рабов у евреев в Израиле, так если какой-то раб не захочет уходить и говорит, нет, я остаюсь, тогда написано прямо он остаётся навечно. кажется, всё. Нет. Но в 50-й год, если он пожелает, он освобождается. То есть, там понятие вечности какое имеет? То есть, продолжительное время. Оказывается, это не бесконечность, а продолжительное время. Это я вам ссылаюсь на книге Ветхого Завета. Это одно. Второе. Понятие вечности не укладывается ни в какие наши рамки. Это не время. Понимаете? Вечность – это не время. Это не остановка во времени и не бесконечное время. Вы скажете, а что это такое? Ни то, ни другое. Вот единственное, что можно сказать. И, видимо, тот, кто никогда, ну, так сказать, не пережил этого состояния вечности, он просто не может и понять. Но выразить его даже тот, кто поймёт, не может. Апостол Павел, например, был восхищён, как пишет он, на третье небо. То есть, был в вечности, а потом был возвращён на землю во время. Так что, понятие вечности, оно не имеет у нас никакого, я бы сказал, точного определения. Но важно только одно. Это и не бесконечность, и не остановка во времени. Ни то, ни другое. А что третье? Ну, скоро узнаем. Не беспокойтесь. Сейчас в православных гимназиях есть тенденция воспитывать детей сильными, быть везде первыми, допускается самоутверждаться за счёт других. Но заповедь никто не отменял. Ваши отношения? Точно такое, чем вы заканчиваете свой вопрос. Это беда. Это идея лидерства. Лидерство. Я лидер. Все прочие ниже меня. Конечно, это совершенно противно евангельскому духу и евангельским заповедям. Уважаемый Алексей Ильич, у нас сын 12 лет учится в воскресной школе, воцерковлённой, то есть, регулярно исповедуется и причащается. Но плохо учится, плохо себя ведёт в школе. Будто не меняется внутри, нет улучшений. Почему мы, родители, не видим результатов и воцерковления, и воспитания? Большое спасибо! Ну, причина-то очень простая. Я не знаю, как воспитывают родители. Я думаю, что родители невоспитанные. Скорее всего. То есть, они ничего не знают о православии, кроме того, чтобы вводить в храм ещё пока ему 12 лет. Обождите, будет 15, он будет на дискотеке уже, конечно. Вот. А они в храме. Всё православие сводим. Это просто поразительно. Сводим к чему? Ходить в храм, исповедоваться. А знаете, что такое исповедоваться? Большей частью, что это такое? Это отчёт о проделанных каких-то грехах и больше ничего вместо покаяния. Покаяние – это изменение образа жизни, а не отчёт о проделанных грехах. Но вот мы часто сводим православие к чему? Хождение в церковь, ставить свечки, подавать записки. Да. Вот это отчёт проделать – причаститься. Всё. Суть-то разве в этом. Иуда был апостолом. И что с ним случилось? Важно изменение человека, его настроение. Я вам скажу, что невозможно воспитать воспитать ребёнка, если сами родители не понимают, что такое православие, то есть не понимают, что это нужна такая-то правильная жизнь. Прежде всего, честность во всём. Честность в словах, в шутках, в поступках. Ведь беда же иногда происходит. Тут приходится приводить пример. Пришли гости, всё хорошо, всё, дети смотрят. Так, ушли гости, и вдруг с которыми разговаривали только что и улыбались всё, и вдруг говорят – ну, наконец-то ушли эти! И всякими словами, ребёнок в ужасе и чего понять не может. Мы воспитываем что? Лукавство, лицемерие. При детях нужно быть настолько осторожным, настолько внимательным, чтобы не дать никакого повода, когда они увидят, что, оказывается, родители грешат. Но, коли родители грешат, почему нам не надо грешить? Вот, а то сводим православие и только к этому культу, а образ жизни, отношения между родителями даже, то споры, то вплоть до ругательства даже, оскорбления даже, с другими людьми. Это такие примеры показываем. И это православие – чушь какая! Какое же это православие? Православие – это правильная жизнь, а не просто хождение в храм и ставить свечи. Вот это искажение православия, оно приводит и к соответствующим плодам и результатам в наших детях. Приходится, вы, наверное, слышали, я и говорю, хотите, чтобы дети были ангелочки? Сами не будьте дьяволочки. Вот так. Почему православие, как верование, считается единственно правильной, но при этом большая часть верующих при усомнении кого-нибудь в их ценностях принимаются утверждать, что Бог один, Бог един, у всех Он правильный, знак вопроса. Ну вот, Алексей Ильич, он учёный человек, он, наверное, понял, что это ценность. Звучало в этом вопросе, по крайней мере, тот, кто писал вопрос, и вопрос очень важный. Многие не понимают и думают, что действительно один Бог во всех религиях. Это глубокое заблуждение. Глубокое заблуждение. Скажут, а что же, много Богов? В том-то и заблуждение состоит подменой. Бог-то один, но в каждой религии своё представление о Боге, свой образ Бога, и именно этот образ Бога является Богом для данной религии. Не Он, а свой образ. А какой это образ может быть? Апостол Павел пишет, я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам. Слышите даже, какой образ может быть Бога? Дьявол! Так что вот это надо обязательно это знать, потому что очень легко, вы знаете, так очень легко эта подмена происходит. Один же Бог во всех религиях. Ну, значит, мы все по существу одинаковые. Ничего подобного! Ничего подобного! В каждой религии, повторяясь, свой образ Бога, и этот образ является Богом для данной религии. А этот образ может или соответственно висеть на Богу, или быть даже настоящим дьяволом. И есть дьяволы-поклонники. Пожалуйста. Вот так. Так что в каждой религии свой Бог. Алексеевич, на вопрос учеников Иоанновых, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся, Иисус сказал, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Значит ли это, что пост – печальные события в жизни человека? Ну, во-первых, да! Конечно, печальные! Ну-ка, пусть скажет, кто, что это не печальные! Да! Ещё бы! Вспомните, что пишет Иоанн Лесичек, преподобный, как он назвал своё 14-е слово в лестнице, ступеньку. О любезном для всех и лукавом владыке чреве! Видите, и вдруг эта лукавая владыка любезная вдруг не получает того, что он хочет! Ну, конечно, ну, как же не печально! Ещё бы! Это первое. Во-вторых, Он говорит, Иисус Христос констатирует факт того, как понимался пост в иудейской религии. Как? Даже, знаете, посыпали голову пеплом, одевали всякую-всякую плохую одежду, мазали лицо и всем своим видом показывали, да, какое наступило время! О, Боже мой! Поста! Вот в чём дело-то! Поэтому он и говорит об этом, о печали, потому что это соответствовало, то есть, такое было учение иудейской религии. Только и всего! А почему он говорит, да, коли жених, верно, было бы смешно на свадьбе устраивать пост. Действительно! В данном случае, он говорил о себе, как женихе. О себе! Что пока он здесь, он здесь пока, действительно! Это исключительный, исключительный момент в истории, если хотите. И поэтому... Но не думайте! Но не думайте, что этим самым он вообще отменял, что никаких вообще постов не было! Ничего подобного! Речь-то шла о другом! Речь шла об особых предписаниях! Вы себе представить не можете, какие там были тонкие, мелочные предписания в отношении поста! И их исполнить было очень непросто! Для этого требовалось уже жить в одном месте, и, если хотите, не путешествовать! А ученики всё время Христос ходил! И просто эти мелочи не могли исполняться! Вот! И по этой причине он оправдывал учеников! Помните однажды, как в субботу ученики растирали колосья и ели? Вы слышите? Сейчас и голодные были! Хлеба подчас не было! Колосья растирают и едят! Вот до чего дело доходило! А их упрекают! Ах, такие-сякие! В субботу работают! Да, растирают колосья! Видите, какие мелочные были предписания! Потому Христос так и ответил! Могут ли поститься те, которые находятся в чертоге брачном, в чертогах, где совершается брак? Этим он показал сейчас состояние, вот, когда он был с учениками. Он образно назвал так это чертогом. Алексей Ильич, теорию о том, что Бог никогда никого не наказывает, вы подкрепляете ссылкой на духовный закон о прямом самовоздаянии. Не могли бы вы подтвердить эту ссылку? Мы не нашли такого закона ни в Священном Писании, ни в постановлениях соборов, ни в творениях святых отцов, ни в русских, ни греческих, никаких других. Если какой-то злодей типа Гитлера или Наполеона убил родителей у маленького мальчика, то неужели мы должны ему ответить, что того злодея Бог не накажет? Ну, а у него лишь помрачилась душа этим убийством? Ой, ну, это опять все то же самое. Не помрачилась душа, а тот, кто убивает другого, тот себя убивает. Как же мы все не понимаем? Надо же понять! Помните третий закон Ньютона? Действие равно противодействию. Чем с большей силой ты ударишь головой о стену, тем больше расшибешь не стену, а себя самого, свою бедную головку. Вот в чем дело-то! А в отношении, что не нашли, вот я удивился, даже греческий, вы знаете, древнегреческий язык, это замечательно, конечно! Но я вам, пожалуйста, возьмите хотя бы в книжке моей вот это «Бог», там я привожу. Антоний Великий говорит, сказать, что Бог скрывается от делающих там злое, равносильно тому, что солнце скрывается от слепого. Об этом пишет Григорий Низкий. Я уже вам только сейчас повторял этих святых отцов. Прямо пишут, что не Бог, и богохульно даже думают, что Бог может творить зло. А человек сам себя наказывает. А Бог дал закон. Какой закон? Вот нашей жизни. И по этому закону жизни, оказывается, нельзя, вот видите, нельзя сидеть в костре. Нельзя жить в ледяном холоде при температуре 100 градусов, минус 100 градусов. Это закон или не закон? Мы же устроены как тело, так и душа наша устроена таким же образом. И поэтому это действительно так. Почему и предупреждение? Человек, не делай зла другому, ибо ты в первую очередь этим злом ранишь, калечишь себя. Вот. И об этом святые отцы прямо пишут. Ну что вы? Это цитат сколько угодно. Это очень много и у святых отцов, и в Священописании. Уважаемый Алексей Ильич, слышала мнение священника. Сначала муж должен услышать Христа, а потом жена должна будет услышать мужа. Насколько это верно? Если муж не живет церковной жизнью, не спешит в храм, не спешит в храм. Нужно ли его слушаться? Любому мужу нужно слушаться? Это вопрос, который постоянно стоит на повестке дня, и забыли, по-видимому, о самом главном, что содержится в нем. Речь идет о чем? не о каком-то рабстве, рабстве, в котором, кстати, женщина находилась всю историю. Всю историю находилась. И до сих пор еще во многих странах и в некоторых религиях она таковой и является. Христианство сделало открытие величайшей важности. Но прежде скажу вам вот о чем, что не о рабстве идет речь, о послушании во всем, а речь о чем? Вот конфликтные ситуации. Конфликтные в чем? Я считаю так, она считает вот эдак. И все. И не могут увидеть друг друга в чем? Вот здесь уже в семье требуется единоначалье. Иначе это будет разделение. И вот здесь вот о чем говорится, что уже в конечном счете, в каком-то принципиальном вопросе, да, кто-то должен послушаться. Вот о чем идет речь. Но даже при этом положении я хочу сказать о том, что сделало христианство. Того, о чем не знала ни одна религия мира, оно сказало христианство, сказало, что муж и жена одна плоть, а никто никогда свою плоть не возненавидел. И поэтому ты, даже муж, хоть ты глава, но учти, ты не можешь и не должен и не можешь делать, причинять какие-то страдания, какую-то боль и прочие вещи, да, жене, только потому, что ты глава. Ты же не будешь свое тело мучить. Нет, не мучай. Она – это ты. И поэтому относись к ней так, как бы ты отнесся к себе. Послышите? Совсем другое дело. Так, как к себе бы. То есть, вот сейчас я говорю вот так, так, и подумай, если бы тебе так вот сказали. Тебе так сказали. В такой, тем более, форме, в которой ты сказал. Вот к чему призывает христианство. Вот к какому единоначалью семейной жизни. Это твое собственное тело, а не чужое. И поэтому, как ты свое тело хранишь, то так же храни. И здесь, под телом здесь, разумеется, учтите, не просто это тело физическое, плоть, это не просто тело, это тело и душа. Поэтому здесь нужно быть и призывает христианство относиться и говорит, относись так, как к себе самому, всегда. Вот так относись. Хорошо? Если ты резко скажешь, ты бы хотел бы, чтобы тебе так сказали? Нет, не говори. не говори ты. Вот открытие действительно христианское. При этом условии, да, совершенно ситуация меняется. Что должно быть едином начале в семье? Ну, да, если нормальные, конечно, я понимаю, какой-нибудь муж пьяница, ну, что вы тут сделаете? Или сумасшедший, или... Это вопрос другой. Вот. Но я вам скажу, даже когда жена верующая, а муж неверующий, или, как вы говорите, малого церковлённый, то здесь что пишет апостол Павел? Его спрашивали, как быть? И он ответил, если муж неверующий, а ты верующий, но он желает оставаться с тобой, оставайся. Не спасётся ли и муж неверующий твоею верою. Вот даже как призывает апостол Павел. Я думаю, что этого совета следует послушаться. Ну, спасибо вам большое, что вы выдержали всё. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...